Всем привет! С вами Ирина и сегодня будет обещанное видео о всех моих оформленных работах. Все эти работы вышиты в период 2015 год по настоящее время и оформлены тоже в этот период. И давайте я уже без лишних слов и вступлений начну вам их показывать. И первая работа, которую я вам хочу показать, это Вкус Средиземноморья от Dimensions. Это мой первый Dimensions, как купленный, так и вышитый. Вышила я его в самом конце 2017 года, оформила уже в 2018 году. Этот сюжет идеально вписался в мою кухню. Я вообще люблю зеленые тона, у меня кухня в зеленых тонах. И эта работа, на мой взгляд, идеально смотрится на моей кухне. Конечно, я еще хочу дополнить кухню несколькими вышитыми работами, но это еще проект будущего времени. А пока что у меня на стене красуется только эта работа. Я получила море удовольствия от самого процесса. Возможно, именно благодаря этой работе у меня и возникла симпатия к Dimensions. Сюжет, на мой взгляд, достаточно прост в отшиве. Но, возможно, это именно потому, что он не из золотой коллекции. Но вот у меня работа каких-то сложностей не вызвала. И оставила только приятные воспоминания. Я могу сказать с уверенностью, что это одно из моих любимых оформлений. Как видите, оформлялась работа в светлый багет и с двойным паспарту. Я уже изначально пришла в багетную мастерскую с картинкой в голове. Я знала, как должна выглядеть моя работа. И мы уже подбирали паспарту и багет из того, что имелось именно в самой багетной мастерской. Я эту работу очень люблю и до сих пор не могу наглядеться на нее, нарадоваться на нее. Смотрю на нее каждый день и до сих пор не могу привыкнуть. Моей душе вообще близко все средиземноморское. И этот сюжет просто идеален для меня и, на мой взгляд, идеален для моей кухни. Итак, из кухни мы переместились в мою спальню. И здесь у меня висят весенние тюльпаны от Риолис. Вообще, изначально, когда я начинала вышивать эту работу, я не подразумевала, что она будет висеть у меня именно здесь. Я вообще не задумалась, где она будет у меня висеть. А для спальни у меня был припасен другой сюжет, но вы его увидите чуть позже, потому что работа тоже оформлена. Но висит, правда, уже в другом месте. Тюльпаны эти я, как только увидела, я сразу в них влюбилась. И, мне кажется, купила сразу же, как только они поступили в продажу. Я уже говорила в одном из своих видео, что данная работа идеальна по цветовой палитре для меня, потому что здесь очень много зеленого и розового. Я очень люблю вышивать зеленым цветом и розовым тоже, хотя в жизни розовый я недолюбливаю, если честно. И эта работа вышивалась достаточно легко. Я, правда, уже не помню, были ли у меня какие-то сложности при ее отшиве. И оформила я ее сразу же, мне кажется, как только вышила. Я вам честно скажу, что когда я шла в багетную мастерскую, я не имела ни малейшего представления, как я хочу оформить эту работу. Я просто хотела ее оформить. Спасибо консультанту в багетную мастерскую. Она помогла мне выбрать багет. И вот, честно, это один из моих любимых багетов. Мне очень нравится этот багет. Я в него влюбилась, как только увидела. И, мне кажется, он очень хорошо подошел к моим тюльпанам. Такая легкая потертость у багета. И мне очень нравится сочетание цвета багета с цветовой палитрой из вышивки самой. Помимо того, что здесь представлена моя любимая цветовая палитра, так здесь еще и мои любимые цветы изображены. Я очень люблю тюльпаны. И поэтому эта работа нашла какой-то отклик в моей душе. И, наверное, именно поэтому я ее так быстро оформила. И плюс, конечно, то, что я заметила, что она идеально впишется в мою спальню. Ну, на мой взгляд, идеально. На вкус и цвет, конечно, товарищей нет. Но мне очень нравится, как она смотрится именно здесь. И мне кажется, что именно здесь ей место. Очень нежная работа, очень красивая работа. И мною любимая работа. В гостиной у меня гораздо больше вышитых оформленных работ. Как-то так получилось, само собой. И вот сразу же я вам хочу показать. Это сирень после дождя от Риолис. Именно про нее я говорила, когда показывала вам весенние тюльпаны. И говорила, что вообще изначально в спальне задумывался другой сюжет. Почему сирень? Потому что у меня в спальне обои с изображением сирени. И мне казалось, что эта работа очень хорошо туда впишется. Но так получилось, что в спальне висят тюльпаны, а сирень я повесила сюда. Сирень эту я вышивала, мне кажется, еще в далеком 2016 году. Вышивала я еще ее тогда, когда была вышивальщицей одного процесса. И вышила я ее, мне кажется, за три месяца. Работа эта вышивалась на 10 каунте. То есть здесь достаточно крупный каунт, не 14. Вышивалась она шерстью. И да, здесь 40 на 40 сантиметров эта работа. Вышивалась шерстью, но каких-то вот сложностей у меня она не вызвала. Я помню, что я ее вышивала летом. И у меня тоже от нее остались только приятные впечатления. Сирень я люблю так же, как и люблю тюльпаны. И вот скоро у нас начнется именно период цветения сирени. И я буду просто ходить радоваться, когда город будет наполнен именно ароматом сирени. Работа оформлена, на мой взгляд, достаточно просто. Просто оформила я его в светлый пакет. Мне очень этот пакет нравится. И я считаю, что он достаточно универсальный и подойдет для многих работ. Рядом с сиренью на стеллаже у меня стоит акварельный маяк от Панны. Этот маяк в свое время был очень популярен. Его многие вышивали. Я его тоже вышила, как видите. И вышила я его достаточно быстро, где-то недели за две. Если учесть, что вышивала не только его. Эту работу я вышила и сразу же оформила. Тоже не имела ни малейшего представления, как ее оформить. И достаточно просто, я считаю, оформила. Оформила я эту работу в двойной багет. То есть взяла багет белый и взяла багет красный. Мне нравится, как эта работа смотрится. На мой взгляд, это оформление достаточно неплохо подходит самой вышивке. Так как сама вышивка достаточно простая. Выглядит как обычный рисунок. Так, в принципе, и оформление достаточно простое. Также на другой стене у меня в гостиной висят алые майки от Риолис. Эту работу я оформила в 2016 году. То еще сразу же, как только вышила, это, наверное, была первая работа, которую я повесила на стене в этой квартире. Сам багет такой немножко серебряный, потертый. И здесь, как видите, есть красная полосочка, что, на мой взгляд, является даже такой неплохой альтернативой паспарту. У меня есть целый плейлист, посвященный отшиву данной работы. И даже, мне кажется, там я показывала и оформленную работу. Единственная проблема, которая была с этой работой, это о том, что мне не хватило немножко ниток на сам красный маг. Вот на тот самый маленький, вроде бы номер 3. Но этот вопрос я решила, написала в Риолис. И они мне прислали этот цвет без особо каких-то вопросов. Эта работа украшает мою гостиную не первый год. И я ее очень люблю, несмотря на какие-то такие вот сложности, как нехватка ниток. Глядя на нее, я испытываю только положительные эмоции. Следующие две работы, которые я вам хочу показать, они тоже оформлены. Правда, оформлены не в багет, а оформлены они в подушке. Это маки, также маки, только от Лука Эс. Эти маки были куплены специально для интерьера. То есть, не так, как я покупаю многие наборы, купила, а потом уже хожу и пристраиваю, куда бы их повесить. Нет, эти маки я купила именно для того, чтобы сделать из них подушки и положить их на диван. Именно так все и задумывалось. Алые маки от Риолис на стене и подушки от Лука Эс на самом диване. У меня также есть видео о том, как я эти работы вышиваю. Наволочки я сама эти не сшила. Я пошла к своей подруге, которая у меня замечательно шьет, и попросила ее мне эти наволочки сшить. Наволочки сшиты именно так, как предложено самой фирмой Лука Эс. То есть, по тем выкройкам, которые они дают. И подружка мне сшила только наволочки. А подушки я купила в ленте. Купила я их-то вообще, не знаю, за 80 рублей вроде бы штучку. И, в общем, вставила их вот в сами эти наволочки. И теперь эти подушки украшают мой диван. Следующая работа, которую я вам хочу показать, это мой снеговичок, который, мне кажется, я тоже вышла в 2016 году. Вряд ли в 2017, хотя не помню. И этот снеговик у меня вышит по схеме. По схеме из журнала. Правда, нашла я ее в интернете. И я помню, как я торопилась и хотела вышить ее к Новому году. Я это сделала, я это успела. Этого милого снеговичка с медвежонком я выставляю на Новый год. То есть, это у меня сезонная работа, которая убирается на лето. А в Новый год я ее ставлю, и она украшает мою квартиру. Этот снеговичок очень милый. Он так трогательно обнимает этого медвежонка. Ну, видно просто, что как он счастлив, что этот медвежонок у него есть. Ну, вот у меня просто сердце сжимается, когда я гляжу на него. Это одна из моих любимых работ. И эта работа зацепила какие-то струны в моей душе и не отпускает до сих пор. Еще одна работа, которую я вам хочу показать, это Фуксии от Риолис. Этот набор я изначально покупала для того, чтобы вышить и подарить его маме. Оформление выбирала мама, что в принципе логично, так как картина должна уже была висеть у нее в квартире. Мне тоже нравится это оформление. Оформлено в двойное паспарту и в темный багет. Это, наверное, единственный случай, когда я свою работу кому-то подарила. Но я изначально знала, что этот сюжет маме нравится, потому что мы с ней периодически смотрим там каталоги по вышивке. Она любит смотреть каталоги по вышивке. И когда она мне сказала, что вот да, мне этот сюжет нравится, я его сразу же купила и решила, что вот я ей его подарю. Так оно в принципе и получилось. Это все, что я вам хотела показать сегодня. Да, пока что у меня неоформленных работ гораздо больше, чем оформленных, но надеюсь, что в скором времени ситуация изменится. А если быть честной, она точно изменится. Во всяком случае, на одну оформленную работу у меня станет больше. Но это уже будет совсем другая история. И об этом я вам расскажу в своих ближайших видео. А на этом я с вами прощаюсь. Всех люблю. Всем пока-пока.